СКОРОСТНОЕ КОПИРОВАНИЕ, ЛАМИНИРОВАНИЕ, СКАНИРОВАНИЕ, РАСПЕЧАТКА ЛЮБОГО ФОРМАТА И ДЛИНЫ ТОЛЬКО УНАХ, РАСПЕЧАТКА НА ВАТМАНИ ФОРМАТА 1,50 РУБЛЕЙ, КОПИРКА, УЛИЦА КУЗНЕЧНОЕ, 85 Юридическая компания Амур Консалта предлагает квалифицированную помощь по взысканию страховых выплат по искам о возмещении ущерба после ДТП, обжалованию действий сотрудников ГИБДД и иных государственных органов Обращаться по адресам Город Благовещенск, улица Шамановского, 27, офис 202 Город Белогорск, улица Кирова, 140, дробь 1 Город Свободный, улица Карла Маркса, 20, телефон 50, 20, 71 Группа компании Хэйли реализует со склада в Благовещенске сталь оцинкованную оцинкованную окрашенную по цене 43 тысячи рублей за тонну а также профнастил Обращаться по телефону в Благовещенске 38 72 13 Продукты серии Дело Минимальный износ при максимальной эксплуатации Обеспечивают длительную защиту несущих нагрузку деталей Увеличивают ресурс двигателя Уменьшают эксплуатационные затраты Дело в магазинах компании Максинтер На Хмельницкого, 77 и на Кольцевой, 59 Здравствуйте, с вами Перехват Здесь мы обсуждаем самые горячие события при Амуре И не только В студии Дмитрий Кораблев И сегодня в нашей программе Отпечаток на память Дактилоскопия в нашей стране превращается в законы Цифры с дороги ГИБДД отчиталось о росте числа ДТП в России Новые штрафы Какие изменения ждут водителей с 1 июля На днях российская газета опубликовала изменения В одной из статей Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации В ней речь идет об обязательной дактилоскопии То есть снятии отпечатков пальцев Эта идея продвигается уже не первый год Председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным И, наконец-то, заметны сдвиги Первые шаги к массовой дактилоскопии Вызвали возмущение даже у профессиональных юристов Но время все расставило на свои места Во-первых, общая база с отпечатками пальцев россиян Позволит эффективнее бороться с преступностью Во-вторых, это ускорит процесс опознания погибших Попавших в катастрофу Зачастую удается опознать лишь по отпечаткам или ДНК Действующий закон о государственной дактилоскопической регистрации В России предполагает и добровольное, и обязательное дактилоскопирование Причем новые технологии настолько удобны, что вам ни одного пальца не измажут краской В России с января по май 2012 года произошло более 66 тысяч ДТП с пострадавшими Что на 8% превышает прошлогодний показатель По информации ГИБДД, в авариях за 5 месяцев текущего года погибли более 8 тысяч человек Свыше 84 тысяч получили различные травмы Рост смертности в ДТП составил 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Травматизм на дорогах, в свою очередь, вырос на 10,3% Детская смертность на дорогах выросла на 6,5% 7 тысяч и один ребенок до 16 лет получил в результате ДТП различные травмы Прирост на 10,8% Главной причиной большинства аварий в МВД называют нарушение правил дорожного движения водителями Около четверти аварий произошло из-за плохого состояния дорог Отдельно отмечу, что по вине пьяных водителей за первые 5 месяцев 2012 года Произошло на 10% больше аварий, чем годом ранее Количество погибших в таких авариях снизилось на 12% А вот количество пострадавших, наоборот, выросло на такую же величину Самыми аварийными регионами в России по-прежнему остаются Москва и Подмосковье Чтобы исправить ситуацию на дорогах, государство предложило ряд мер Российские водители замерли в ожидании 1 июля В этот день вступают в силу несколько нововведений по части ПДД и эксплуатации автомобилей Но обо всем по порядку С 1 июля отделаться штрафом за чрезмерную тонировку будет невозможно Вместе с денежным взысканием инспекторы по всей России начнут снимать регистрационные номера Чтобы вернуть их, водитель должен исправиться в течение суток Если этого не произошло, водителю грозит штраф в размере 5000 рублей Или лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев Второй летний месяц принесет водителям не только проблемы с тонировкой Но и новые повышенные тарифы за парковку и остановку в неположенном месте В настоящее время за это нарушение водитель может получить предупреждение Или штраф в размере 300 рублей С 1 июля всех водителей ждет за это задержание авто и крупный штраф 1500 рублей Кроме всех штрафных выплат, как отмечает госавтоинспекция С 1 июля 2012 года на автовладельца Также возлагаются расходы на перемещение и хранение задержанного автомобиля Стоимость этой услуги установят региональные власти Ну а пока эти процедуры по-прежнему оплачиваются из бюджета Жаль, что бюджет не может восстановить нам разбитую машину Эти затраты чаще всего бьют по карманам автовладельцев И бьют довольно часто Далее хроника происшествий Смотрим Начнем хронику происшествий Из довольно жесткого ДТП между двумя авто разной весовой категории На перекрестке улиц Зейска и Мухина столкнулись ВАЗ-2101 и Хонда ЦРВ Оба транспортных средства двигались навстречу друг другу Когда Копейка начала поворот на Зейскую и получила мощный удар в лоб Кто виновник этого ДТП сразу и не разберешь Каждый из водителей утверждает, что именно он двигался на зеленый сигнал светофора Как водится в таких случаях решать кто прав, а кто виновен будет третья компетентная сторона В 7 утра прошла информация об угоне автомобиля По ориентировке была задержана Тойота Королла с одним несовершеннолетним гражданином за рулем Как поясняет 16-летний угонщик, он и понятия не имел, что машина в розыске Я встретил их на общежитии Вот Сережа был, Дима Попросили сесть за руль до 26-й фазанки довезти их Все, они проехали до Никиты От Никиты я сел и все А машину откуда взяли? Он угнал ее Ну если узнал, что машина угнана, зачем следился за ним? Как рассказал паренек, их компания разжилась спиртным и отправилась кататься по городу В конце вояжа главный герой развез всех и остался с машиной один на один В которой его и задержали полицейские Окрыленный счастьем, законный владелец быстро примчался за своим авто Как оказалось, он случайно забыл ключи в машине После чего ласточку и умыкнули Рядом с одной из многоэтажек микрорайона Собрались представители почти всех силовых структур города Женщина грозилась сбросить свою трехгодовалую дочь с пятого этажа Силовики были готовы уже ворваться в квартиру через окно Но успели до рокового момента сделать это через дверь Женщина попыталась оказать сопротивление Но ее быстро заковали в наручники И под охраной в невменяемом состоянии Увезли в карете скорой помощи Ей назначено медицинское освидетельствование Что толкнуло женщину на столь шокирующий поступок Пока неизвестно Между улицами Тениста и Заводской Неадекватный пешеход попал под колеса троллейбуса Находясь под действием алкоголя Куря сигареты и нюхая ацетон Он попытался объяснить нашему оператору Что же с ним произошло Но так и не смог этого внятно сделать Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой Оказали мужчине помощь Несмотря на обилие бинтов и крови Тот отделался лишь царапиной на лбу В ходе ссоры между двумя молодыми людьми произошла драка Один из парней схватился за нож От полученных ранений его противник Парень 84 года рождения скончался на месте Причины драки неизвестны Находились ли парни в нетрезвом состоянии Тоже не ясно Убийцу задержали Скрыться или уничтожить следы преступления он и не пытался И снова угон На этот раз в розыске уже Тойота Чайзер Машина была угнана из гаража Вечером поставил машину в гараж Замки проверил Все закрыты были Утром прихожу Ворота раскрыты настежь Замки валяются на полу Сломаны Машину угнали Машина Тойота Чайзер 95 года выпуска Серого цвета Весь в тюнинге Только не окрашен капот и бампер Просим сообщить очевидцев Местонахождение автомобиля Или путь его следования За вознаграждение По телефону 563-565 Устройство предназначенное для контроля Местоположения различных объектов В режиме реального времени Называется трекер Трекер определяет свои координаты С помощью навигационных систем GPS или GLONASS И передает их через сотовую сеть Трекеры различаются по функциям И назначению Например, автомобильный трекер Устанавливается стационарно Под панель автомобиля Помимо своей основной функции Трекер может контролировать И передавать данные Об уровне и расходе топлива Где и когда автомобиль заводился Время простое и многое другое Персональные трекеры Имеют небольшой размер Чтобы можно было удобно Разместить его В портфеле ребенка На шейнике Любимого питомца Или в сумке для ноутбука Портативный трекер Со временем автономной работы До полугода Можно скрытно разместить В автомобиле И в случае его угона Вы с легкостью Узнаете его местоположение Сегодня трекеры Имеют очень широкую Область применения И если вас заинтересовала Эта информация Вы можете обратиться В нашу компанию Для получения исчерпывающих Ответов на все свои вопросы По данной теме Служба аварийных комиссаров От Амурского экспертного центра Телефон 561 861 На сегодня все Смотрите Перехват И будьте в курсе Горячих событий Кстати, принять участие В создании Следующей программы Можете и вы Став очевидцем происшествия Звоните по номеру 580301 А ваше видео Выкладывайте на сайте ДТП28.ру В студии был Дмитрий Кораблев Берегите себя И своих близких Стали свидетелями происшествия Звоните нам Телефон 58 0301